Реклама в два раза меньше, денег в десятки раз больше. Порядка одного миллиарда рублей получат городской и региональные бюджеты от распространителей законной наружной рекламы. Сумма оказалась даже выше той, на которую рассчитывали. В этом году в Самаре прошли около 70 аукционов, в которых приняли участие порядка 20 рекламных компаний. Победителями стали более десятка организаций. Все вырученные деньги направлены на социальные нужды. Эти средства, конечно, станут серьезным подспорьем в благоустройстве города, в развитии социальной инфраструктуры, строительства детских садов. Сегодня очередной детский сад мы открыли в промышленном, самом густонаселенном районе. Это средства городского бюджета пойдут на эти цели. Цели важные для всего городского сообщества. Примерно 40% рекламных счетов ранее были нелегальными. Сегодня городские власти внимательно следят за тем, чтобы вся наружная реклама в Самаре являлась законной. Теперь существуют нормативные базы, на которые опираются, решая судьбу баннеров и билбордов. Главный документ – схема размещения рекламных конструкций. В соответствии со схемой на территории нашего города может быть размещено 2849 рекламных конструкций разных форматов и 1426 конструкций больших форматов, то есть это 3х6, 4х12 и выше. Сокращение по сравнению с тем количеством, которое мы видели на улицах города в 2011 году составило практически в два раза. На совещание в мэрию пригласили руководителей крупнейших рекламных компаний. От представителей бизнеса выслушали конкретные предложения. Те фирмы, которые ведут работу легально, сами заинтересованы в устранении недобросовестной конкуренции. Я предлагаю для ускорения процесса снимать в первую очередь головные части рекламных конструкций, ибо элементарно все понимают – нет головной части рекламной конструкции, нет размещения. А дальше уже планомерно демонтировать опору рекламного щита и бетонного основания. Сутевое, технологичное, но толковое предложение, на мой взгляд, чтобы нам с опорами справляться чуть позже. В течение недели владельцы незаконных щитов должны представить графики добровольного демонтажа нелегальных рекламных конструкций, убрать которые необходимо до 1 октября.